Привет, Оля, красоту Левополь. У нас с вами новый влог. Я приняла душ. Вы знаете, в Геленджике хочется ухаживать за собой. Я обожаю в этой ванной что-то с собой делать. Потому что зеркало, свет, везде класс. Вообще, кругом косметоз. И я хочу вас познакомить с одной маской. Точнее, у меня их две. Которые произвели просто фурор за последнее время в бьюти-сфере. И вы знаете, я масочный маньяк. И в данный момент я минимизировала количество косметики. За счет того, что делаю упор все-таки на качество. И хочется средства с очень хорошими, дорогими ингредиентами. И средства, которые прям действуют. Итак, у меня есть очень две крутые маски. Утренняя и ночная. Этот бренд сейчас гремит везде. Называется он Alex Skin. Вот это оранжевая у меня утренняя. А это вечерняя. Очень красивые банки. В каждой банке по 50 миллилитров средства. Каждой маске идет своя кисточка. В упаковке сразу это безумно удобно. Продается она на озоне. И стоила она 3 300. И сейчас у них в честь день рождения бренда 40% девочки скидки. Я вам сейчас покажу, расскажу, что она делает. И какая кожа после нее. Утренняя маска это спасение для тех, у кого очень сухая кожа, у кого отечность. Эта маска снимает отеки. Также эта маска борется с акне и пигментацией. Выравнивает тон и текстуру кожи. Убирает сухость, питает, увлажняет. И делает кожу гладкой, бархатистой. Этот бренд специализируется на масках. Очень крутые ингредиенты. У нее расход вообще прям минимальный. Нужно умыться, очистить свою кожу и нанести маску. У нее такая тающая текстура. Она как масло сливочное. С кусочками цедры. За счет ингредиентов дренажных она немножко может покалывать. Легко наносится. Она тает на глазах. Кожа ее просто вот так вот всасывает. Она такого бежевого цвета. И внутри есть кусочки цедры апельсина. Она отлично помогает снять отеки. И ей можно пользоваться на ежедневной основе. Она имеет накопительный эффект. Но вот сколько я ей уже пользуюсь, это заметно. Тон кожи выравнивается на ура. Нужно оставить ее на 10-15 минут. И потом смыть водичкой. Запомните, оранжевая это утренняя маска. И есть еще вторая маска, которая у меня останется на очень долго. Ее не нужно смывать. Она не требует смывания. Это как крем, который тоже впитывается. И утром кожа просто великолепная. Такая синяя маска. Ночная. Найт Мезо маск. И она... Что она делает? Она борется с первыми признаками старения. Она прям направлена на это. Чтобы разглаживать морщинки. Питать, увлажнять кожу. А еще у нее отличный ингредиент для того, чтобы заживлять и успокаивать. Особенно это актуально сейчас у меня на юге. Поскольку солнце, солнце, солнце. И приходишь, и когда наносишь ее, кожа вообще другая. Лицо не горит. Тут же снимает неприятные ощущения, которые после улицы. Это маска обычного белого цвета. И у нее такой приятный аромат, что когда ты ложишься спать, тебе вкусно очень пахнет. Я вам сейчас немножко зачитаю состав. Во-первых, здесь коллаген, не ацинамид. Это очень классный ингредиент. Пептиды, эластан, протеины, сои, пшеницы, экстракт бамбука, экстракт ламинария, экстракт моркови, экстракт риса, витамин Е, либо флавин и тиамин. А также витамин В, гиалуроновая кислота, масло виноградной косточки, пантенол, экстракт абрикоса, экстракт алоэ веры, полевая кислота, экстракт абрикоса, экстракт алоэ веры. Эта маска отлично восстанавливает кожу за счет всех ингредиентов, которые я вам перечислила. Девочки, от души вам рекомендую эти маски. У меня уже моя Кристина, я ей дала попробовать, а она в полнейшем восторге, я уже заказала себе, потому что эффект просто бомба. И за свою стоимость это, мне кажется, вообще прям отличный вариант. И очень важно, она не течет, можно нанести, заниматься своими делами. Прошло 15 минут, как видите, маска практически испарилась, моя кожа ее впитала, и сейчас я смою водичкой. Кожа имеет ровный тон, гладкая, блестящая кожа. Девочки, это фурор. Даже не хочется наносить вообще ничего на свое лицо, потому что оно такое напитанное, как персик такое прям. Так что ссылочку в инфобоксе я оставлю обязательно, пока на нее есть 40% скидка, очень рекомендую ее попробовать. Я встаю здесь не свет, не заря вообще. Ну, мне нравится, потому что я успеваю все сделать. Девочки, у нас вчера отключали два раза свет, и причем отключали на очень-очень долго. А я вам показывала, мы же затарились, и что вы думаете? Я боюсь залазить в холодильнике, что не залазила. Там лежит мясо, и если оно испортилось, у меня, ну, как бы, не очень будет. Первый пакет грудкой. Да, нужно выкрасывать. Сань! Что? Грудка испортилась. Девочки, крылья не испортились. Я сейчас буду разделывать. Бедрам, как бздец. Фу! Свинина, пожалуйста. Главное, свинина. На костюмы взяли. Хочу запекать в духовке. Нет, слава тебе, господи. А вот грудка и бедра, девочки. Короче, света вчера не было. Сначала два часа, потом холодильник включился. И потом мы ушли уже вообще из дома, потому что делать было нечего. А во сколько мы ушли? Девять? С девяти и до трех часов ночи света не было. Я все думала за это мясо. И вот, креветки, морозилки. Морозилка не разморозилась. Очень жаль бедра и грудку. Ну ладно, бедра на 150 рублей. А грудка на 300-450 рублей. Молозу мне. А молоко? Нет, нормально. Так, мы собрались позавтракать. И я думаю, надо йогурт. Мне очень нравится этот данон, который лишневый. Так, надо быстро готовить крылья, потому что они не долежат. Что я делаю? Раньше я целое крыло убрала вот так. И жарила. Оно же неудобно, оно же выгибается. Теперь я делаю все проще. На самом деле, вот эту часть мы никогда не едим. И, кстати, в Китае все три части продаются и стоят по-разному. И я теперь крыло также разрезаю на три части. Вот эту часть я пойду, отнесу к атому. А вот это как раз-таки у нас очень легко жарится. Очень вкусно. И легко переворачивать. Я, кстати, в Фаберлике. Мне Фаберлик же придет. Сюда тоже заказала щипцы. Разрезаем по суставам. Вот так. Оп, и все. Щипцы. И этими щипцами очень удобно переворачивать. Ножки, крылышки, бедрышки, мясо. Все что угодно. Очень легко переворачивать. И замариную эту всю красоту. Сейчас сделаем домашний майонез. Я вам покажу, как я делаю домашний майонез. И это очень легко и очень вкусно. Мы майонез больше не покупаем. Уже давно. Вот. Потому что я его сама делаю. Делается легко, правда, хранится недолго. Но я и делаю небольшие порции, чтобы успеть скушать это все. Вы здоровы! Так, для приготовления майонеза нам понадобится подружной блендер. Обязательно. Емкость какая-нибудь. Мне вот в этом стакане очень удобно это делать. Понадобится одно яйцо. У меня деревенское. Масло подсолнечное. Сахар. Горчица русская. Обычно горчицу берете. Уксус, соль. И, в общем-то, на этом все. Наливаю где-то 150 граммов масла. Вот так. Да, 150 у меня тут. Да, ровно 150. Если будет мало масла на одно яйцо, то майонез не получится. Далее я взбиваю туда одно яйцо. Добавляем туда одну чайную ложку горчицы. Прям туда херачьте. Также туда добавляем одну чайную ложку уксуса. Обычного столового. Смотрите, с эссенцией не перепутайте. Добавляем буквально одну четвертую соли. Чайную ложку. Добавляем. И также половину ложки сахара. Какая пропорция мне нравится больше всего. Так, а дальше мы погружаем в блендер. Ровненько закрываем яйцо, девочки. И включаем, не доставая блендер. Пока не начнет образовываться майонез. Когда майонез начнет образовываться, сейчас вы увидите. Тогда я начну потихонечку блендер туда-сюда водить. Итак, включаем. Смотрите. Вот, видите? И теперь я потихонечку начну блендером туда-сюда. Он начинает густеть. Если не начинает густеть, то есть будет жидкий, значит вы добавили мало масла. Так, и вот у меня получился майонез провансаль. Туда можно добавлять. Кстати, очень вкусно делать чесночный соус майонезный. Туда ещё можно чесночка добавить. Итак, у нас получается густой, густой, хороший, прекрасный, я бы даже сказала, майонез. Кстати, можно было уксуса побольше бахнуть. Хотя, это реально вкусно. Остатки мы доедим. А сейчас я добавлю этот майонез в нашу курицу. Эту часть я сейчас переложу в маленький контейнер и поставлю в холодильник. Но, как я уже говорила, больше трёх дней мы его не храним. Сюда же я добавлю приправку для курицы. Немножечко посолю. Перемешаю. Поставлю в холодильник на полчаса. Чтобы не запачкать руки, просто ложкой можно всё это перемешать. Тщательно. Чтобы все кусочки курицы обвалялись в нашем маринаде. А вот мясо на кости мне нужно разделить на порции. Здесь получится раз, два, три, четыре. Поскольку здесь 4 рубля, 4 порции. И я их сразу заморожу. И перед непосредственно приготовлением я буду доставать, размораживать и запекать. Где мой огромный нож. У меня, кстати, ножи Риодел давно уже заказывала. Я вам показывала. С мини-посудкой. И всё делим на куски. Вот такие кусочки. Девочки, вот такие кусочки на кости запекать вкуснее всего. Вот четыре красоты. Так, ну что, замариновалось всё. И теперь можно их жарить. Чуть-чуть маслица добавлю. Сковородка у меня надоба вообще офигенная. Очень. Она, правда, потемнела. Но это я её перегрела. Но на свойства никак не влияет. И как раз целая сковородочка и получилась. И самое важное, что когда убираешь вот эти вот части, которые не едят практически, то крылышки обжариваются со всех сторон, девочки. Так вкусно. И сегодня попробуем вот эту грампасту. Посмотрим, какие они закрученные, как цветочки. Порезала мне кофемолка и кофе и швабра. Девочки, кофемолку заказала точно такую же, как и в софре на себе. Чтобы молоть кофе. Только в другом цвете. Это у нас кофемолка Люме. Она небольшая. Чаша у неё отличная. Молит обалденно. Всё как бы хорошо. Вот, кнопочка работает. Сейчас буду молоть. 2 килограмм. Взяла жардин. Только уже другой. Взяла жардин. Вот такой крема. Крема и... Это средние обжарки. Кофе. Я же безумно хочу его... Понюш. Ай, пахнет так вкусно. А-а-а, как вкусно пахнет. Сейчас буду молоть, потому что у меня как раз кофе заканчивается. И швабра. Взяла, короче, такую же девчонки, как и папе брала вот эту швабру. Но, обошлась она мне вообще там что-то 800 рублей. И здесь ещё идёт 4 тряпки. У папы тут 2. Да, 2. А у меня 4. Ничего, я полностью её проверила. Нигде ничего не треснуто. Короче, 4 тряпки. В чём прикол этой швабры я вам уже показывала. Но самое главное правильно одеть тряпку. И это очень важно. Потому что, если тряпку одеть неправильно, то швабра работать не будет. У тряпки есть здесь специальные кармашки. Здесь есть выступы, на которые эти кармашки нужно напялить. И тогда ничего не слетит. И также липучки. Липучки предварительно вот так проглажу, чтобы они точно не отклеились. И аккуратненько вот так вот тряпочку прилепляем. Всё, никуда она не денется. Ведро с клапанами. Вот так. Открывается, закрывается. Нормально. Ну, мне кажется, у папы здесь был не пластик, а здесь было прорезинено. Хотя я могу ошибаться. Макароны эти прям стали огромные. Мне кажется, они уже готовы. А вот курица не очень готова. Почти, почти готова. Я её ворочиваю тут по разным сторонам, чтобы она со всех сторон была красивая. Девочки, так вкусно пахнет. Гучи. Гучи. Где мой Гучи? Где мой маленький? Где? Где? Боже мой, доброе утро. Доброе утро, Гучи. Сегодня у нас очень серьёзный день для собак. сегодня собаки идут на полное обследование к ветеринару к нашему Рэму на полное обследование плюс на чистку зубов вот, и мы будем сегодня чистить зубы, потому что зубы у нас все в камне вот да, ты красотуна Наташа тебе сегодня будет зубы чистить все, не хочет к доктору пойдем пойдем к врачу сейчас да, он не хочет все ходят, к доктору пойдем к врачу пойдем псих сегодня у нас погодка похуже холоднее и у нас облака вообще обещают 3 дня 3 дня девочки обещают дожди, не знаю пока ветерок приятный посмотрим я даже вчера машиной не стала ехать мыть с Кристиной так, а по Массе у нас, сейчас скажу вам что у нас с Массей у Масси на спине Мастоцитома которую будем вырезать и вот видно даже сбоку и она уже воспалилась Мастоцитома это не очень хорошая вещь у нас это будет уже второе удаление вот, и на шее у нас еще одна маленькая есть, но без воспаления короче у Масси сегодня посерьезней дела также у нас будет анализ крови УЗИ полностью всего и УЗИ сердца у обоих поскольку нам уже 11,5 лет надо это ну, короче надо обследовать Максюша не очень хочет это я знаю точно он не любит иди сюда ко мне ко мне подойди машина, скорей-скорей-скорей-скорей все, стоять сейчас он развернется сейчас машина ездит вот они стоят как скопанные команда машина выполняется прекрасно с одной Максом а вот Буча может немножко подзабыться ну, я списываю на годы ты к доктору пойдешь? не, не пойдешь я знаю, ты не любишь а, кстати его я постригла только живот и внутреннюю часть лап а Масю мы полностью побрили и только лапки оставили морду подстригла а Гуча, ну, у меня рука не поднимается девочки, ну, он такой красивый ну, ну, не хочу его стричь да? ну, вот прям такая длинная шерсть и самое оно смотрите, какой у меня синий смурфик мы лежали из двух жубов да, у нас двух жубов выбрали ну, в 11 лет всего лишь два жуба их надо было удалять потому что там немножко кисты образовали сейчас покажу вам мы сделали анализы Мася на операцию и чистку зубов в понедельник а Гуча смурфеточка у меня синий рот ты синий рот уже отошел от наркоза нормально, обижается на меня очень видите, да? такой, пошла ты, мать, знаешь, куда на улице пойдешь гулять? о! ой, спать хочет сейчас погуляем и будет спать по анализам у нас, девочки все идеально и даже лучше, чем в прошлом году гиптрал действует я давала на протяжении года и все просто замечательно это, конечно, дороговато но а сейчас нам сказали у нас немножко ну, у желчного стенки и у того, и того чуть-чуть у толщины но это еще возрастное и корсильчик нужно сейчас подавать несколько месяцев а вот и наши два зуба с кистами чуть-чуть два зуба, такие корни у него серьезные ну, нормально ну, а без боли сейчас все хорошо ему ничего не болит Мася, а ты что? крови забрали много ну, ничего страшного так, ну что, красотули мои лапули как вы уже поняли мой канал был угнан я пересмотрела кучу видео я написала в службу поддержки через твиттер по-другому никак невозможно было связаться и, конечно же, мне помогла моя дорогая Алла Сергеевна Богодаева которая со мной вместе пыталась восстановить мой канал и мы с менеджером и вместе с Аллой заполняли форму и, короче, без ее помощи я бы точно, наверное, съехала с катушек потому что канал это все-таки, знаете это, ну, вы знаете это не моя работа это мое хобби моя отдушина я с огромным удовольствием снимаю для вас какие-то положительные позитивные и полезные ролики и, когда ты понимаешь что у тебя канал вот так вот угнали и все и нет этого канала я не знаю на самом деле я сейчас сижу и снимаю и я не знаю вернется ли этот канал смогу ли я вернуть доступ я немножко в прострации я не плакала ну, вы знаете я вообще практически не плачу только собачку жалко или кошечку там ну, короче уже мне это какой-нибудь вот я не плакала я просто нахожусь в таком состоянии подвешенном как это случилось? на самом деле я пересмотрела кучу роликов вот у Настюши Кейк угнали там еще у пацанов у девчонок поугоняли канал причем за последний месяц я пересмотрела очень много русскоязычных блогеров которые тоже лишились своих каналов и у всех разные причины но самая распространенная причина это, конечно же все погнали за наживой и взяли вроде бы взяли рекламу сервиса Гроуфуд я аж перелазила всю свою почту дело в том, что когда-то есть такой блогер Канаден он рассказывает именно все про Ютуб новости про Ютуб у него специализированный канал я его смотрю уже сколько мы вместе с Ксюхой за бестией в общем-то смотрим его и Алла там его смотрит и мы всегда смотрим новости и он как-то был говорил что не смотрите Гроуфуд это я как-то отложилась это в голове я искала всю свою почту у меня несколько почт и рабочая одна аккаунт Google на другой я пересмотрела и я не нашла ни одного письма тем более после того видео которое я посмотрела там какой-то файл кто-то скачивает кто-то переходит по каким-то ссылкам да да нифига я знаете что я же девушка такая паскудная я что делаю я всегда прошу отправить мне техническое задание если это какая-то интеграция которую я намереваюсь взять только в формате Word то есть в текстовом файле никаких блин других вообще файлов я сразу я их даже не открываю как только мне присылают какую-то херню я сразу говорю давайте это как бы я даже готова сценарий для вас написать все чтобы вы согласовали мое видение если вам понравится хорошо если что мы внесем правки но я никакие файлы скачивать не буду я проверилась весь свой комп девочки я проверила весь компьютер я проверила весь телефон ну просто я не дебил понимаете абсолютно хотя я не могу сказать что остальные дебилы но просто я на этом помешанное очень у меня на компьютере кроме гула компьютерной программы для монтажа видео больше ничего нет хотя у меня мощнейший компьютер две видеокарты там все дела у меня из программ только microsoft моя адобо премьер сити про для монтажа и установлен гугл хром в общем-то на этом все но это не помешало мошенникам за одну минуту причем это получается сегодня суббота в субботу в 12 часов 22 минуты дня у меня его угнали и в это время мы были с гусечкой у нашего ветеринара и в общем-то мне не получилось никак отреагировать потому что в клинике не было интернета если бы он там был я бы услышала все оповещения которые приходят из телеграммы из почты и вообще-то всюду на мою резервную почту двойная аутентификация не помогла номер телефона был изменен почта была изменена все было изменено и я потеряла доступ полнейший поэтому сейчас я в подвешенном состоянии я очень надеюсь что мошенники эти которые запускают я уже видела вы мне присылаете скрины капец у меня Илон Маск вещает как заработать на биткоинте надо срочно покупать на самом деле эта схема рабочая и люди ведутся но я не понимаю зачем вы мой канал у меня аудитория вы девчонки девчонки которые любят бюджетную косметику там бюджетные вещи которые умеют считать деньги пойдут биткоины покупать но это вряд ли ну короче угнали канал очень жаль мне даже сегодня столько раз предлагали выпить но вы же знаете я не пью и не употребляю какой-то вообще не переношу его просто организмом но я не знаю как мне успокоиться мне внутри все вот так вот и у меня я не могу глубоко вдохнуть у меня дыхательный невроз на нервной почве вроде бы как бы я как-то была подуспокоилась стала нормально дышать но вот в такие периоды когда я сильно начинаю нервничать у меня дыхательный невроз опять начинает вот такая вот ерунда у нас получается поэтому я надеюсь что мне очень быстро вернут канал я же задолбала ютуб в твиттере я им пишу до сих пор и мне пришлось через VPN сервис заходить в твиттер вспоминать свой аккаунт который я давным-давно короче я твиттер давно удалила но мне неинтересно его читать так же как и фейсбук для меня не социальная сеть это вообще неинтересно хотя папа мой кайфует я не понимаю и мне пришлось восстанавливать я пока вспомнила я же чтобы вы понимали помню все свои пароли от всех аккаунтов у меня мало то что фотографическая память очень хорошая и короче нормальная память у меня тоже нормальная так вот я вспомнила пароль который я делала 10 лет назад а то и 11 на твиттеры зашла я же им долблю до сих пор и они мне отвечают только приходится постоянно VPN включать и мошенники сейчас чтобы вы понимали прошло 8 часов они поменяли полчаса назад еще раз пароль мало того на мою резервную почту они обратно поменяли резервную почту мою поставили потом опять ее поменяли мне это же все приходит короче сохраняем спокойствие просто надо подождать мне только жалко что вы блин девчонки без меня будете я без вас ну хорошо у нас есть телеграмм кстати подписывайтесь на телеграмм Яндекс Ден и Рутуб это вообще днище полнейшее мне не нравится я не хочу вести эти каналы потому что во-первых они мне забирают время никакого притока положительных эмоций я не испытываю это тратится только мое время денег на этом я тоже не заработаю потому что там надо капец 10 тысяч часов что-то за неделю ну вам проще перейти на ютюбе посмотреть ну короче ждем восстановления канала но что меня радует это вот всех кого я смотрела видосы мошенники не удаляют ну что девчули моя наша голубая волна на тонком мысе как обычно наша любимая но море волнуется ветер сейчас такая погода вроде тепло но ветрила такая как в октябре знаете и тучки там есть я правда не вижу что я снимаю но ладно надеюсь и вам еще и слышно меня людей много людей прям много несмотря на то что это конец самый конец набережной не то что ли а спокойней но кстати здесь сносили два пансионата снесли я так понимаю голубую волну полностью ну смотрите как сверкает этот экспедитор на солнце это очень красиво на самом деле так сегодня 12 число и вода я уже отсидела полчаса в воде вода очень теплая реально прям теплая вода так что ну единственное что она чуть мотноватая но так я кайфую мы сегодня наверное будем весь день на пляже смотрите прелесть съездили мы вчера девочки на пляж я даже загорела чуть-чуть подгорела но сюда я не наносила сэндскрин потому что решила позагорать ну ноги хорошо загорели а вот сиськи подгорели потому что мы купались вчера же вода и не вылазила чуть-чуть плечи ну мне кажется плечи у меня не не это нормально ну не болит во всяком случае но туда куда я наносила сэндскрин мы вчера заехали прикол очень хочу рассказать заехали в магнит косметик возле дома у меня тут сразу магнит и купили у меня муж бородатый сейчас у нас бритвы бритва есть а лезвий нет и была акция мы купили кассеты джилет такие у него этот проклад пауэр бритва и я вам сразу взяла и туда и сюда девочки хочу вам рассказать новость еще одну хорошую для меня вот это то что я остаюсь на весь август да я остаюсь на весь август и и короче вот эти кассеты идут в таких специальных боксах пластиковых магнитных короче чтобы их не украли я беру эти два бокса иду на кассу у нас были еще товары я взяла кстати стеллари spf 30 отличный сэнскрин девочки вот все что остальное было покрыто и ничего не сгорело мы находились два часа на солнце и причем в обеденное время так вот короче я даже не обращала внимания все в пакет девушка сложила ну как бы мы начинаем выходить из магазина у меня пищит пакет мы торпились и я не посмотрела я говорю еще помахала я говорю вы все про это она да да идите а касса сразу возле выхода мы пошли что вы думаете приношу домой а у меня эти боксы то есть она их не сняла и как бы ломать не хочется они же за них все равно будут деньги платить ну мы короче пошли обратно вечером прихожу я говорю девушка вот у меня там уже другая я говорю у меня тут она говорит а как вы вообще из магазина вышли с ними я говорю просто нам еще сказали да идите она говорит наверное новенькая девочка была она просто не сняла я говорю ну снимите мне до лезвия нужны короче она проверяла чек хорошо что я сохранила чек потому что я не применяла карту магнитовскую и у меня просто чек оставался в пакете и слава богу сняли эти боксы потому что ломать не хочется и знаете что я еще взяла у стелари скин студия вот такую маску все все по одному взяла это у нас домашний формат салона процедуры ультра интенсивное увлажнение потом конечно же гидрогелевую маску я взяла хочу сейчас ее сделать конечно же вот такую гидроувлажнение тоже еще одну домашнюю формат салонной процедуры это у нас биоревитализация короче всего по одной взяла очищающую просто взяла со стендов всего по одной конечно же мультивитамину и наконец-то привезли вы не представляете как я ее люблю но я забрала последнюю это маска лифтинг для подбородка такая розовая одевается за уши я вам ее уже показывала короче взяла себе на несколько дней масочек на самом деле после солнца очень сильно хочется маски делать потому что сохнет все все сохнет все на солнце хотя и стараешься прятаться но и мне уже пора на самом деле красить и голову вот так на камере конечно я рыжая в жизни у меня такой пепел-пепел и вообще не видно вообще не видно отросших корней но найти краску олин здесь не представляется возможным и я буду заказывать сазон но ее там тоже не особо много поскольку я все равно снимаю я не теряю надежды потому что мне обещали что все будет хорошо девчонки я как раз сегодня только вспомнила что у меня же на моем аккаунте есть еще второй канал который по домохозяйству как бы но я его забросила два года назад потому что перевела этот канал в тот же формат который я в общем-то готовила для второго канала и у меня там на самом деле вас-то 17 тысяч и я вспомнила и хорошо что у меня ну как бы вся информация есть и я скинула им вот сегодня жду ответ но на самом деле я подготовила то что они у меня просили пошаговые там инструкции они мне давали все сказали обязательно заскринить все им прислать и вот вчера я это все сделала и сегодня еще ответа нет но я сегодня еще отправила одно письмо с информацией про второй канал который мошенники не додумались даже использовать это хорошо ну вот короче ждем восстановления так девчули красотули собрались мы значит с мужем в храм и как обычно когда мне нужно в храм целенаправленно срочно у меня сразу дела начинаются на неделю раньше на несколько дней раньше короче я никогда в храм не попадаю у меня муж сам пошел и а что с каналом сегодня у нас мне опять ответили и девочки я же это еще там какую информацию мне попросили я ее предоставила они мне писали что это очень важная информация и хорошо что она у меня была короче жду от специальной службы специализированной службы ответ я просто не могу понять я уже миллион раз доказала что это мой канал и дайте просто пароль я все сделаю пока не даю как обычно в эти дни в первые особенно дни протекаю как но завтра я по-любому иду на пляж пофиг девчули мы пришли в зарпозан пока никого нет сейчас 6 вечера ой как тут атмосферненько так у нас призинский ресторан меня интересует сколько что стоит так скажу сразу здесь вкусное все вот так он называется зарпозан пожалуйста кто будет в Геленджике на улице Грибоедова он находится это толстый мыс обязательно его посетите если хачапурь я уже там если он размешал и потом вспомнила что надо снять очень вкусно а еще у нас лимонад мята с малиной очень вкусно заказали много мяса себе баранина свинина из нежной курочки свинина обалденная а еще у нас овощная тарелка после этих подседельных Геленджик тоже заказала вот этот кислородный отбеливатель и пятновыводитель который я показывала только у них есть теперь дозировка в килограммах и смотрите тут внимание активация этого пятновыводителя отбеливателя при 95-100 градусах то есть нужен кипяток только тогда выводятся пятна это чистые полотенца киевские но они у меня всегда в ходу жалко что я больше не куплю икею конечно ничего страшного у нас есть веселек у меня есть пятна которые не отстирываются это не отстирывается вообще здесь все более-менее такое чистое полотенце но все равно есть пятна и вот у меня тут полотенце которое я уже отправила в стирку это тоже кофе там не знаю помидоры наверное что-то такое и сейчас эти три полотенца я просто вскипчу водички добавлю ложечку и засуну их туда покажу вам потом как все это отстиралось также вот такие пятна на тряпочке на моей это в основном кофе кофе и вот на этой новой тряпке тоже есть пятна которые не отстирываются видите вода вскипела я выключила и добавляю одну столовую ложку водителя я забыла что он так сильно выкипает переместила это все в раковину пенится пенится конечно отлично так девочки тряпочки все отстирались вообще идеальная чистота идеально ни одного пятна смотрите которое не отстирывалось в машинке все прекрасно так вот 4 полотенчика которые я постирала вместе с отбеливателем этим точнее сначала а это обычное полотенце которое просто постиралось в машинке видите пятна они не отъелись к сожалению просто обычным порошком они не отстирались как видите эти же идеальные понимаете просто идеально все белое во первых а во вторых отъелись абсолютно все пятна ни одного пятнышка сижу я девочки сейчас счастливая капец потому что мне вернули канал канал вернули очень быстро не прошло недели в субботу его вскрыли сегодня у нас четверг и канал я уже сейчас занимаюсь открытием видео которые закрыли злоумышленники хочу сказать вам огромное спасибо всем кто меня поддерживал девочки огромное вам спасибо у меня вас просто армия огромное огромное спасибо теперь вы можете обратно подписываться кто отписался не забудьте пожалуйста подписаться обратно потерялось немножко 700 человек но я знаю что не все отписались злоумышленники также блокировали и отписывали людей которые я даже не знаю если есть возможность у меня сейчас в блоке очень много людей очень заблокированных и я не знаю которых я блокировала и которых блокировал мошенник пожалуйста в телеграме очень прошу вас напишите в комментарии свой ник если вас заблокировали за эти два дня я вас разблокирую обратно с огромным удовольствием вот на самом деле ютуб мне очень помог и то что я долбала их в твиттере то что я очень вежливо общалась со своим менеджером который мне помогал восстанавливать канал специальная служба ютуб и наверное только вот это хорошее отношение и мои приятные письма скажу честно я писала очень очень приятные письма им то есть не там без каких-либо требований каждый раз желала там хорошего вечера доброго утра но элементарные такие вещи которые людям приятно читать и вы знаете когда я передала все данные которые мне попросила специальная команда и я написала своему менеджеру огромное спасибо за помощь она мне сказала все теперь ждите на самом деле после вот этого письма когда я уже все им отправила все данные которые у меня были я доказала что это мой канал началась восстанавливающая процедура и у некоторых эта процедура занимает от там трех недель до нескольких месяцев один день за один день считайте мне восстановили канал после предоставления всех данных один день вы не представляете как я счастлива меня распирает плакать не хочется наоборот у меня вообще у меня такая радость в душе и когда кстати я потеряла канал когда его украли я не плакала я злилась злилась из-за того что кстати у меня канал угнали не потому что был какой-то вирус у многих блогеров кого я смотрела я общалась с Настюшей Кейк они поймали вирус на компьютер у меня без вируса у меня был вскрыт аккаунт именно хакерами которые запускали ту самую трансляцию с Илоном Маском как и у всех но меня вскрыли не из-за вируса так что хотя у меня стояла двухэтапная аутентификация там все дела но кажется у меня был простой пароль для них сейчас у меня пароль очень сложный я защитила вообще свой аккаунт как только можно и очень многие писали на самом деле мне было неприятно но с другой стороны я понимаю что я все правильно делаю мне очень многие писали тактина довякалась с этим нацизмом и тому подобное скажи так я своего мнения не поменяла и в том видео про нацизм вы услышали то что вы хотели услышать и я как была против бандеры но не против украинцев я так и остаюсь против бандеры Азова правосектора да и всех вот этих нацистских мразей я против них против обычных украинцев я не имею ничего вообще плохого поэтому свое мнение я также придерживаюсь всем спасибо кто меня поддерживал девчонки продолжаем контент пилить радовать вас и показывать вам столько полезное поднимать вам настроение так что можете меня поздравить спасибо спасибо Продолжение следует...